Всем привет, друзья! На канале Мы в Канаде. Меня зовут Лена. И сегодня у нас будет видео посвящено снова-таки работе, но не только работе, но и уровню английского языка. Я расскажу вам про те случаи, про тех знакомых, которых я знаю, кто где в основном устраивался на работу, какой был их уровень языка и, соответственно, насколько это все взаимосвязано. Здесь вам будет интересно. И похожу недалеко в окрестностях Стэнли парка. Здесь вам понравится. Так, начнем с маленького представления, кто нас раньше не смотрел. Мы сегодня из Украины. Мы иммиграли в 2021 году в Канаду. Мы получили номинацию от провинции Альберта. Соответственно, сейчас мы проживаем в городе Калгари. И все наши истории, которые я буду вам сейчас рассказывать, это в основном истории людей, которые живут в Калгари. Пока я сейчас иду, хочу вам показать правильно вот такие, очень много в городе таких вот небольших зеленых островков. Это как бы даже не парк, просто вот такая, видите, небольшая зона зеленая. Слева уже внизу сейчас будем спускаться именно в Стэнли парк. А справа вот такие называются Офлиш парки. Это такие зоны, где разрешается выпускать собак без поводка, как бы выгуливать их. Но здесь очень часто не только собачки, люди гуляют. В принципе, здесь культура у собаководов довольно хорошая. То есть основная масса прибирают после своих собачек, после своих собак. И в принципе, очень редко где по городу встретишь вот такие сюрпризы на траве. Вот поэтому именно по этой причине, вот, не только собачки здесь гуляют, но и люди. Какие-то пикнички, либо спортивные занятия часто проходят, потому что здесь такое удобное расположение и часто такая безветренная зона. Итак, по поводу нас я прервалась. В общем-то, мы приехали в Калгари. Мы эмигрировали по экспресс-энтри. И сейчас уже у нас почти два года, как мы здесь. В принципе, за это время, конечно, обрели много знакомых, много друзей. И мой главный совет, который я бы дала всем, кто ищет работу, это обязательно искать постоянно, не останавливаться. Обязательно знакомиться со всеми, с кем вы встречаетесь на своем пути. Неважно, наши, канадцы, либо другие эмигранты. И обязательно говорите всем, что да, вы ищите работу. Рассказывайте, что вы умеете. У вас всегда должно быть хорошо создано резюме. Не забывайте его, опять же, постоянно редактировать. Кто не знает, быстренько напомню, потому что многие забывают. То есть у вас может быть одно резюме на все-все-все. У вас должно быть на каждую вакансию переделанное резюме под то, что ищет соискатель. Вернее, работодатель. А вы, как соискатель, вы должны постоянно мониторить, исправлять и обновлять его, чтобы оно соответствовало тому, на что вы подаетесь. Итак, английский язык и поиск работы, я думаю, все понимают, насколько это взаимосвязано. Ругать Канаду за то, что здесь трудно найти работу без английского, я думаю, нелогично, потому что мы все понимаем, что другая страна, несмотря на то, что она очень много как бы национальностей здесь живет, естественно, это плюс в чем, что вы можете найти, вообще, если вы без языка, вам может повезти, вы можете найти работу у, скажем так, наших, то есть Украины, русскоязычных и так далее. Первое время вам будет проще, но, естественно, если вы хотите как-то двигаться вперед, я вам очень-очень рекомендую учить язык, продолжать, не останавливаться, потому что, в принципе, без языка здесь очень-очень тяжело. И, соответственно, вопросы из серии, кем я могу устроиться, если я не знаю хорошо английский, ну, я думаю, для мужчин здесь проще, потому что объективно мужчина, в принципе, создан для того, чтобы иметь возможность поднимать тяжести или выполнять какую-то другую физически тяжелую работу, поэтому, в принципе, мужчины могут пойти и на стройку, и на окна, и на какие-то мувинги, то есть там, не говорю, что там вообще нет, не нужно знать язык, конечно, элементарно, чтобы туда устроиться, тоже нужно, да, кое-как связать два слова, но, в принципе, это реально. Другой вопрос, долго ли вы сможете протянуть на этой работе, это уже второе, потому что, на самом деле, правда, нелегко. И мы, допустим, знакомились недавно с людьми, они поработали, мужчина, ну, муж поработал на стройке и сказал, что, ну, как бы, нет, сорян, тяжело, потому что, опять же, это улица, холодно, зима и все такое. И я знаю, очень большой процент наших сейчас ушел работать в Uber, в доставку, либо же просто в Uber именно в такси. Там, конечно, есть требования по автомобилю, то есть там, не знаю, я не уточняла нюансы, то есть там нужен какой-то новый автомобиль относительно, не так, что вот, что попало, как бы, да, десятилетней давности. То есть там нужны какие-то определенные требования к машине, но в целом, вот недавно говорили с друзьями, а они говорили там с кем-то на dealership, в общем, на вот этом салоне, говорят, что очень-очень большой процент именно наши украинцы покупают, приехали, и вот они становятся вот на очередь и покупают новые машины, берут в крит, потому что именно вот выгодно, да, брать эти машины и идти работать в Uber, потому что, в принципе, зарплата неплохая, не могу сказать точно, сколько они получают, но знаю, что, наверное, не меньше, чем на стройке, но опять же, так сказать, работа в тепле, вы сами себе хозяин, поэтому очень многие люди, я знаю, идут на Uber. Лично наша семья, то есть этим не столкнулась, у нас никто там не работает, близких друзей там тоже у нас никого нет, поэтому не могу сказать, насколько это правда либо нет, но вот такие слухи реально ходят, что очень-очень много людей работают на Uber, и, как мы понимаем, в принципе, там большого английского знания тоже не нужно, поэтому вот это одна из тех сфер, куда идут мужчины. Дальше, по поводу женщин, конечно, здесь немножко сложнее. Почему? Потому что, естественно, женщина не пойдет искать некие тяжести, и, соответственно, тут уже немножко ограничен уровень, вернее, не уровень, ограничено поле поиска работы. Естественно, все, что связано с уборкой, все, что связано с сферой обслуживания, вы можете туда подаваться, я знаю, очень большая наша, процент наших девочек и женщин дадут на уборку, некоторые идут в babysitting, но там, опять же, все это ограничивается, опять же, нашими выходцами, потому что, если вы не знаете английского, немножко будет проблематично, потому что вы понимаете, что это дети, когда кормить, что давать и так далее, то есть вам нужно будет общаться с ребенком, с родителями, поэтому, если же это babysitting, то это только наши. Уборка отелей, я знаю, тоже очень популярна. Естественно, тяжело, но я слышала, что эта программа тоже подходит под пиар, поэтому я знаю, что многие, кто работают на хаускиппинге, на фуллтайме, тоже могут подаваться. Плюс, очень многие девочки идут в сферу красоты, то есть бьюти-индустрию, я знаю, что там есть определенные требования, опять же, по лицензированию. Насчет парикмахера там сложнее, но в плане вот ногтей, вы можете пойти в салон, устроиться, работать на кого-то. Я знаю, очень многие тут вот открывают свои кабинеты по ресницам, поэтому, опять же, большая сфера поиска клиентов. Я знаю, что здесь такая штука, она, в принципе, дорого оплачивается, поэтому мы должны неплохо зарабатывать. Плюс ко всему, опять же, по тем историям, что я слышу, говорят, что уровень вот этих бьюти-процедур здесь не настолько хорошо развит, как в Украине, поэтому наши мастера, в принципе, очень хорошо ценятся. Опять же, не забывайте, что, в принципе, нехватки, конечно, сейчас нет, рынок перенаполнен, но, в принципе, если вы хороший мастер, я думаю, если вы пройдете все вот эти требования, которые нужны перед тем, как приступить к работе, то в теории у вас должно все получиться. Дальше продолжим на тему английского, естественно. Очень посоветовала вам не только учить общий английский, не только учить все вот эти вот времена. Они на самом деле, да, конечно, нужно говорить грамотно, но хотя бы сделать упор на основных 4-5 времени, потому что все там вот эти 12 основных, которые все репетиторы, естественно, вам объясняют. На самом деле, сделайте упор хотя бы на вот 4-5 основных и употребляйте их правильно, и больше упор делайте на словарь, на словарный запас, имеется в виду, на vocabulary ваш, потому что, особенно если вы планируете работать в какой-то специальности, которую вы знаете, что вот у вас есть шанс устроиться, мониторите вакансии, читайте, что от вас требуется, берите оттуда лексику, соответственно, уже читайте темы, слушайте подкасты на эту тему, чтобы вы были знакомы вот с той терминологией, которая употребляется именно в вашей профессии здесь. Дальше по поводу поиска работы через знакомых. Я уже говорила, что нетворкинг в Канаде очень-очень развит, очень много вакансий закрывается внутри компаний, кто-то кого-то порекомендовал и так далее. Отлично, на нашем примере моя вторая работа, мы поехали на кэмп, я, по-моему, уже рассказывала в каких-то видео о своих предыдущих, поехали на кэмп, и мне очень моя первая работа уже прям не заходила, не заходила, и я очень искала усиленно вторую работу, чтобы поменять. И когда мы только приехали на кэмп, познакомились с новыми людьми, девочка только ушла с той работы и перешла на другую, соответственно, на её место ещё не набрали никого, и вот мы с ней так познакомились хорошо, в общем, она мне порекомендовала. Там, конечно, тоже не всё так просто, нужно было пройти три круга интервью, но в итоге я прошла, и вот так вот относительно быстро нашлась вторую работу. Дальше то же самое с моим супругом. Он, как только мы приехали, опять же, через знакомых, он сказал, что ищет работу. У него на тот момент был английский попроще, соответственно, он искал что-то не связанное со своей профессией, потому что он, в принципе, инженер-строитель, но тут немножко с этим сложнее, поэтому он пошёл сразу на работу, скажем так, физически затратную, он пошёл на окна. Опять же, знакомые знакомых сказали, что вот там парень ищет работу, есть ли места, места были, и, в общем, он туда пошёл до сих пор, вот уже почти полтора-два года он там работает. Дальше ещё один случай, тоже знакомые, которые познакомились через наш канал. В общем, история была такова, что человек просто получил номера на автомобиль и по дворе их прикручивал. Кто-то подошёл, там что-то спросил, какой-то инструмент недостающий там подал, познакомились. Кто потом, оказалось, как этот человек работает, в принципе, в той же структуре, в которой и вот наш знакомый, и он ещё помог потом устроиться на довольно неплохое место механикам, то есть, в принципе, в ту же отрасль, где человек работал и в Украине. Вот, поэтому вот такие какие-то моменты, они, естественно, доля случая, доля везения, но, опять же, английский язык у человека был не на нуле, то есть был на среднем уровне, естественно, без английского такого, наверное, бы, возможно, не получилось сделать. Поэтому не углубляйтесь в эту грамматику, учите какие-то основные времена, подтягивайте словарь, чтобы вы могли для начала просто базово общаться, выражать свои мысли, а уже потом, естественно, подключайте свой словарь по теме вашей именно профессии. Дальше, в продолжение того, где работают наши девочки, очень много людей идут в магазины на выкладку, на кассу, либо продавцами-консультантами. Зарплата там, конечно, часто плюс-минус минимальная, но не забываем, что если у вас есть хороший опыт из Украины на какой-то, пусть даже не руководящий, ну вот какой-то административный, либо что-то вот плюс-минус, вы не только продавцом были, вы можете, подучив английский, имея уже канадский опыт, можете делать ставку, идти даже в этой сфере, в сфере ритейла, на помощников руководителя, либо там на ассистент-менеджера, в самом магазине, на администратора. В общем, там тоже есть разные варианты. Конечно, зарплата не будет там супер высокая, но те же, например, 25, плюс-минус может быть 20, может меньше, ну, наверное, разная сеть по-разному предлагает, но в принципе, это тоже реально. Опять же, при хорошем английском у вас все может получиться, поэтому не засиживайтесь и учите постоянно, и поработав немножко на одной специальности, пытайтесь даже в этой специальности немножко повышать планку и параллельно искать, не бросая эту, параллельно что-то искать. И вот отвлекусь, как вы видите, парки очень-очень разные здесь в Канаде. С одной стороны, там двух-трехмиллионные дома, слева вот такие, мы только что шли по дорожке такой культурной, а вот немножко вышли левее-правее, и вот прям такой лес-лес, как я называю, и на самом деле очень много таких классных парков в Калгари, потому что это прям такие кусочки природы прямо в центре города. Наверное, многим такой формат больше нравится, чем просто говорящая голова, я сама не всегда люблю такой формат, но, как вы понимаете, мы очень редко где-то вот в одиночестве я спокойно гуляю, обычно мы всей семьёй, или я куда-то бегу, лечу, и всегда получается снимать по ходу дела. Плюс скоро будет холодать, и такие видео будут тяжелее снимать, потому что, например, сейчас кажется, что тепло, тепло и красиво, и неветрено, но на самом деле сейчас градусов, наверное, не знаю, 10-15, потому что руки реально мерзнут, потому что очень похолодало. Но скоро, обещается, снова потеплеет на пару дней, поэтому, в принципе, пока осень не так плоха. Хотя, если вы сейчас пройдёте мимо какой-то школы, там сейчас у них как раз ланч-брейк, вы увидите, что дети кто в чём, кто в куртке, кто в шапке, кто в кофте, кто в футболке, кто в шортах, и, в принципе, мне очень нравится, что здесь. То же самое со взрослыми, как бы все одеваются, как кому нравится, никто никого не начинает рассказывать, знаете, как у нас дома часто мне все говорили, что я вечно была самая первая в шапке. Вот чё ты пугаешь там, знаете, хорошую погоду, чё ты в шапке, чё ты там в сапогах, и как-то вроде и понимал, что как бы как хочу, так я одеваюсь, но постоянно какие-то ремарки, знаете, комментарии от окружающих немножко подбешивали. А здесь вообще отлично, здесь вообще всем всё в хорошем смысле по барабану, и хоть в шапке летом, хоть голой зимой, вообще всем по цимбалам реально. В общем, я сейчас немножко отвлеклась, забрала в дебри в прямом и переносном смысле. Сейчас будем искать выход и тропинку. Вот, но суть, я надеюсь, моего видео и посыл вы поняли о том, что учить язык нужно не переставая. Если вы нашли работу, ну, вы понимаете, что это не предел, вы хотите большего. Не только надейтесь на то, что в процессе работы он у вас сам с собой подтянется. Конечно, он подтянется, это однозначно, если вы работаете и общаетесь постоянно на английском. Но вы даже можете самостоятельно дома что-то читать, слушать, какие-то упражнения делать, просто читать, слушать какие-то подкасты. Это тоже будет полезно, что даст вам тренировку. Поэтому у меня на этом всё. Надеюсь, вам было интересно. Если да, не забудьте подписаться и увидимся в следующих видео. Пока-пока!